всех приветствую с вами купер и сегодня мы катаем котюбинск ту карту который я буквально днях выпустил вот релиз конечно мягко говоря прошел неплохо в принципе да там были в начале неполадки но я надеюсь что все таки мы с ними справились по поводу основных баф которые встречались это проблемы с трафиком сейчас я катаю уже с исправленным трафиком до проблем нету принципе но люди до сих пор в комментариях жалуются что с лазом и талоном есть проблемы очень интересно то ли людям не нравится предупреждение которые высвечиваются а эти предупреждения идут кстати с исходят из оригинальных версий этих автобусов поэтому говорится что имеем то имеем но сегодня у нас саларис троллина троллейбус этот открывает видосы по котюбинску про под миску я не забыл снимать мы еще будем просто будет чередоваться под миска котюбинск вот для разнообразия потому что под миска пока еще осенью снимается котюбинск уже зимой получается вот подробнее я ставлю сейчас фрагмент где я рассмотрю всю прибор все приборки данного троллейбуса все как с ним работает одно отмечу что троллейбус идет в трех вариациях и у каждого свои звуки поэтому в тех видео где там показывался данный троллейбуса со звуками там дизельного двигателя ну это в принципе один из вариантов возможных принципе это троллейбуса насколько я правильно владею информацией есть дизель генератор так что принципе дизель отчик можно и запустить и так как и обещал покажу отдельно все что касается данного троллейбуса саларис троллина 12 троллейбус который выпускается на базе салариса урбина 12 то есть по факту это тот же автобус только он троллейбус то есть у него есть новом все конечно коряво это сделано тут оборудование у него есть новом все это сделали коряво да те ребята которые делают там одну из карт не помню как она называется если честно но в этот саларис был взят оттуда единство что перекраску ему свою сделал вот ну и в по моему последней трассе ему добавили то что не в а и версии у него теперь вот так вот медленно но уверенно подымаются только приемники нихрена я четко потока приемники как стал для вот по ощущениям как будто я реально это но типа в омсе как будто все работает идеально на самом деле нет но тут прям четко так а приемники троллейбуса сталик линии вообще так хорошо как никогда ну так вот что у нас в принципе можно увидеть у данного троллейбуса троллейбуса автобуса или автобус троллейбуса сделанного из автобуса да но тут корявенькая все ну как есть из кнопок внешне по моему должна работать якобы кнопка открывание двери но на не работает воздух спустить мы не можем и больше тут ничем мы смешки не можем открыть за исключением форточек да вот форточки открываются закрывается вполне себе спокойно так же как и по ходу водительская ну да я был прав по поводу водительской то есть тут делать нехрен переходим к салону салон стандартные с обычных саларисов единственная разница в том что сиденья почему-то квадратнее стали хз чё за фигня по моему я салариса когда снимал в project питерасова то такого не было воздух тоже не спускается это все дело не работает но зато кнопки выхода не все входа выхода запроса остановки связь с водителем это все дело работает а так принципе вся та же солярка со своими причудами да и форточка работа то есть тут принципе тоже нечего смотреть ну а вот внутрянка тут конечно чуть не такая вот до дверь конечно с внешки закрывается дело в том что это вообще сам автобус взять из версии 17 как бы финальной да но я катаюсь на солярках более старых версий которые шли с пкм 30 поэтому эти новые более версия не признаю потому что они ну вроде бы нормально работает но чет на них умси моя ругается вот хотя он на троллейбус она не сильно и ругается а вот что у нас тут работает ну камера присутствует только она запускается при случае ну да у меня питания нету поэтому она запустится только с водом питания ну касса есть тут билеты все дела это все работает все прекрасно так ладно даем питанием чтобы завести нам надо четыре раза кнопку и английскую наживать она же выглядит как русская е и вот он завелся до стролейбус завелся тут же мы можем запустить тот же информатор естественно сейчас он запросит приложить к нам ключик данди фикатор лови и он сейчас заработает пин-код 123 естественно лучше не придумаешь самый лучший пароль на сети ну и в принципе все это заработало также мы можем и билеты проверить там билетница у нас есть вот так что все это у нас должно работать так сейчас подождем пока все заработает до прогрузилась вот норм билет до билетница работы то есть билеты мы можем кроме этого распечатать отдельно так что у нас по дверям ну эта кнопка отвечает за отдельное рождение открывания дверей вот допустим я сейчас запустил нас только одна теперь створка двери работы так обычно у солярия с этого работать 200 роки дверей вот так мы будем открывать водительскую дверь и закрывать же ее ну и в принципе вообще отключенная кнопка заставляет двери все открываться так печка кнопок печки несколько также мы можем занизить троллейбус наш то есть он занижается я это вижу да он занизился ляньте как занизился довольно такие неплохо пантус там тоже вручную работает это сейчас среднюю дверь открою пока продемонстрирую вам эту чепуху вот да это все работает то есть для инвалидов все условия созданы что не есть мало важным ну еще красная кнопка тоже за это дело отвечающая есть но на непонятно как работает так тормоз стояночный тормозе оба стояночных тормоза работают вот так что тут мы еще дисплей на желтую кнопочку можем менять и осмотреть все данные бортового компьютера но не все совпадает потому что все таки троллейбус сделан был из автобуса поэтому ну такие вот дела тут ключи который все это дело заводит вот он работает прекрасно автоматическом можем сделать чтоб включая опускался и от и не опускался троллейбус также мы можем одной кнопкой все двери открывать и закрывать вот так что такие вот у нас есть причиндалы также можем сделать чтобы люди автоматически открывали двери ну то есть сами регулировали это все дело ну и пикающий сигнал мы тоже можем подавать ну коробка я не знаю нафига она тут на троллейбусе принципе нужно но она тут что-то делает естественно заработать только зажатым тормозом но шо поделаешь так сейчас у нас он чуть раз виснет и я вам покажу да вот она работает все так что тут проблем никаких в этом плане нету ну также мы можем от сигнала в рейк подрубить кстати для тех кто кому мешает вот это вот нижние горения фар ребят просто раш на нас нажмите кнопочку l да то есть разочек включите габариты до габариты конечно тоже не совсем приятно но лучше так чем постоянное горение вот этих нижних фар и выглядит тогда троллейбус красивее вот правда тут панели не выглядит тогда некрасиво ну ничего с этим не поделаешь сигнал тоже работает кстати я не показал как внешние у него фары горят а красиво горят а вот чтобы даль не включился надо f кнопочку зажать это да он будет гореть очень долго ну и тухнет он спокойно в отличие от ближнего цвета ближний свет все таки тушить придется а вручную подворников 23 положения вот ну пару положений у него у них есть такое еще положение есть ну короче 2 с дворниками все хорошо они работают прекрасно ну подсветка вся работает также мы можем регулировать левую правую наши эти все плафоны правый левый плафон то есть чтоб горела ну все тут в этом плане работает еще дублирующая кнопка печки вот все это тоже работает все касаемо кондиционера и прочие чепухи работает единственное тут есть глюк при вас ли перезапуском все тут то что у вас было включено до сохранения но работать не будет поэтому я отключу это от греха подальше она нам уже и не надо в принципе мы это ехать то будем по-своему ну и механическое регулирование всех наших люков люки в салоне уже должны были открыться да они это сделали правда очень узенько но шо поделаешь а вот такие вот дела в принципе по solaris я все рассказал ну да ручник вот все это работает вот ну вот и камера сразу запустил все по салону можем осмотреться ну и шторку выдвинуть естественно против вас против солнца хотя зимой это шторка ну такая себе если честно ну и на этом я думаю обзор можно троллейбуса заканчивать и переходим на маршрут ну а сегодня мы покатаемся по маршруту номер один а это тот маршрут который редко вам будет попадаться на карте по той простой причине что его очень много дублируют троллейбусных маршрутов тройка двойкой четверка частично каждый по кусочку его дублируют поэтому этот троллейбус сходит по будням только вечером когда все троллейбусы идут в депо и он тогда начинает выезжать ну и соответственно этот троллейбус ходит по воскресеньям когда остального остальных а и трафиков очень мало а тут как раз такой вот счастье как говорится привалило ну и ехать сегодня мы будем очень медленно вот это связано с тем что во первых гололед во вторых ну карта вполне получилось тяжелая даже вот у меня сейчас без видео я катал принципе было норм запустил съемку и fps пошел по жопе ну что поделаешь но в принципе можно попробовать поехать попробуем получится не получится все зависит от самой омси потому что я помню снимал молча гейминг до маршрут номер 33 и там проблем не было в принципе с fps ам то есть там начали чуть были там пролаги небольшие но потом все наладилось и проблем не было никаких ну а тут посмотрим как пойдет все таки мы по самому городу будем катать а город получился вы знаете довольно таки тяжелым поэтому правую я и порекомендовал в инструкции данную карту только для средних и сильных пока потому что он слабых вас будет жопа так поставим маршрут один стоит но вариант нам нужен первый мы сейчас по 1 а естественно пойдем вот номер курса 1 закрываю дверь и сейчас будем отправляться до отправляемся мы не совсем конечки но из-за того что у нас тут 1б был троллейбус и он только что отправился и мы сейчас за ним следом будем выезжать я надеюсь это не тот самый баг когда люди бывают не садятся в троллейбус а да тот самый баг сейчас мы тогда по другому чуть перри поедем сейчас решим проблему бывает подъедем чуть ближе вот видите и сразу проблема решена привередливые пассажиры в омсе бывает и такое что поделаешь вот и они такие так тебе за проезд надо да билетики у нас тут оригинальные так он за 10 просит а у нас за 10 по по моему это тот самый да и сдачу возьмем билеты тут свои тут большинство есть своего ясно что и заимствованного много но свое тоже что то есть те же билеты у нас свои все отправляемся как раз будет этот маршрут идти по всему городу то есть мы сейчас кольцом прокатимся через весь город погода не совсем ясно и солнечная но вполне себе зимняя так давайте заваливайтесь товарищи вы мои любимые боты и будем отправляться пока еще зеленый сигнал светофора светофоры кстати особенно в центре города очень долгие имейте это в виду а мы не успеваем постоим немножечко тут на светофорах ста фор реально длинные ну как принципе нормальные но в центре города я там немножко переборщил но в принципе она этого стоит потому что там если трафик выкрутить из вас прям компьютер хороший вы можете насладиться пробками в этом городе они возможны я сама больше волнует чтобы сейчас ошибка пирендера не вылетела вот это самое будет обидно но опять лишь о том все зависит сегодня вам себя вижу точно настроение нету но я все равно я буду напрягать я как человек по 100 вижу шумси напрягается беру напрягаю ее тоже вот она меня и я ее напрягаю все нормально так все можем ехать информатора я не завез кстати я думаю и без него не сильно все плохо будет что тут люди решили дорогу перейти внезапно именно сегодня обычно тут люди не не дать никогда дорогу не переходят а сегодня он все тут решила тут людей мне дать до скользко б срабатывает дамы в гололед выехали но зато действительно зима чувствуются нечищенные дороги это радует что я при построительстве карты не упустил эту вещь по поводу гололеда кстати в людей в салоне мы набрали неплохо сейчас мы можем проезжать самое не оптимизированное место это центр города центром бодался очень долго потому что с центре карты вообще были проблемы с фпс сам изначально там вообще его не было кстати держу в курсе вот но потом кое-как хоть какой-то но появился не знаю насколько он хороший но вот так вот это место обязательно будет полагивать даже на сильных компьютерах этот всегда так будет это поражается остальная часть города тут очень глухая застройка плюс автовокзал и трафиковые лазы там стоят их там толпой я завез поэтому я не удивляюсь что такое у нас происходит ну скажу так на автовокзале сейчас приблизительно 3 или 4 лаза там стоит сразу за жжет этим зданием с флажком вот там они все стоят тусуются вот а даже я сейчас могу вам просто поводить лицом водителя вот там вот в той стороне как раз автовокзал находится в катюбинске вот как раз побуду вашим местным гидом площадь тоже собрана из того что было но получилось довольно таки неплохо единственно кубешник такой интересный получился до одну дыка такой чудной получился немножечко но в этом что-то есть я думаю поэтому я считаю что и такой дыка пойдет в принципе учитывая то что этот городок небольшой и районный центр до в луку и луши то это все равно неплохо а она кстати везет я бы не сказал что людей на остановке много обычно в центре города но опять же кому как повезет вы идите с 7 до 9 тут будет людей уйма стоять сейчас у нас одиннадцать тридцать семь показывает нам наш информатор вот поэтому сейчас час пика никакого нету да и выходной день у нас за поезд пожалуйста девушка проходите не все таки оптимизация лучшему под миски получилось вот я вот этот под миски бомбил да у меня автобус все равно там начинал но там вообще фпс в жопе был тут по оптимизация лучше все таки частичное обещание по оптимизации я выполнил частично вот так на процентов 20 где-то так скажем ну пойдет сейчас мы ожидаем зеленый сигнал светофора так как светофор тут где-то в районе 40-50 секунд то мы можем поставить на остановке вдруг нам еще кто-нибудь зайдет кстати это центр города следующая остановка у нас техникуму я вам покажу одну из пасхалочек интересны которую я там запрятал повернемся лицом и посмотрим на эту затею что там оставил нарисовал на здании но все мы плохиши в душе рисуем всякую дичь бывает без этого никак а чё бы и нет так 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 вам билет за 10 возьмите пожалуйста за 10 билет под расчет даете да так мужчина за 5 так так ну и вот она сейчас я перейду в салон автобуса покажу эту радость о да те самые три буквы но я не смог сдержаться уж и простите да это та самая паскалка да и такое бывает ну а чё как бы карта говорится сделано в украине как говорится поэтому чему тут мы удивляемся так сзади вроде бы никого нету кстати с церковь солярис и очень неудобно расположены неудобно смотреть ох сайт шоу пошло поражается медгородок медгородок у нас поразился так вот тот самый эталон на который жаловалась очень много людей но он в принципе себя чувствует нормально я лог файл перед видосом смотрел стандартные все вот эти сообщения которые должны были быть они на нем и присутствуют наш коллега едет 1б пошел он уже добрался до медгородка красавчик так блин тут этот бак шон глушится он когда останавливается это конечно очень интересно но что сделаешь что сделаешь все все сели да не ну людей в салоне мое почтение полный троллейбус мое почтение я же правильно понял о да мое почтение вот вам и интервал в 30 минут я как чувствовал что интервал будет хорошей сзади трафика вроде бы нету поздновато посмотрел ну подумаешь а поздно смотрю ну с кем не бывает у не посмотрел зеркало ну боже как будто и вы не смотрите в зеркало ну бывает же так следующая остановка улица менделеева у нас еще три остановки остаются кстати мы почти круг через весь город сделали а кстати я тут повесил сверху а для тех кто будет и бисом пользоваться до и без работает до без информатора но все же все линии расписаны так что ребята подсказочка для вас есть если в вашем автобусе этой фигни нету то столариса скопировать обязательно саларисе этот файлик не лежит так что все зашли понятно едем дальше следующая остановка цирк так здесь главное дорогу я поставил по трафиком си будет тайна нас не ваша не иметь но имейте ввиду вы тут главнее в принципе трафика тут час нету тут как-то центре больше было а а а и а тут людей хорошо на цирке хорошо мне нравится такой расклад кстати здесь тоже пасхалочка есть сейчас я вам ее покажу так для того чтобы показать пасхалку я должен включить ну вот я включил вам указатели куда надо ехать заметьте на надписи остановки цирк есть еще кроме сейчас все как вам показать поближе то на остановке цирк как вы видите кроме 2311 b есть 11 номер но все мы знаем да кто уже катал карту что 11 номер ходит от завода пролетарий до троллейбусного депо объясню почему тут единичка осталось это в память о том что до релиза карты когда эта карта тестилась здесь свое время ходил 11 маршрут скажем так на память и оставил эту остановку кроме того тут еще раньше ходил 13 маршрут пасхалка будет дальше когда мы будем поворачивать на улицу вернанского я специально пока подсказки оставлю и вам это покажу то есть тем самым мы можем увидеть еще и подсказки я я чё-то единственно не пойму меня такое ощущение как будто свечение от солнца включено можете вырубить его все-таки забыл ну ладно едем на улицу вернанского теперь так здесь все нормально с указателями они как были ну вот пасхалочка вам и осталось о том что 11 маршрут когда-то здесь ходил то есть карта содержит пасхалочки я не знаю может видос отдельный выпустить по этому делу там от пасхалках рассказать я не знаю может кому интересно будет да кстати пока мы ехали я заметил фпс немножко стабилизировался омсия решила нормально работать поэтому будем наслаждаться уже поездкой тут такая вот такая на города как раз принципе мы самых таких жестких мест выехали так тут уступить дорогу надо смотреть то вроде бы там никого особо нету поэтому и трафик особо останавливаться так понимаю не будет возьмем чуть поширше а кстати забыл вам показать извиняюсь я дико ребята извиняюсь сейчас я на паузу игру поставлю и покажу вам ту самую пасхалку вот она это та самая пасхалка с 13 маршрутом да он должен был быть здесь но я его отменил тоже причина ну понимаете ли у слишком много было маршруток слишком поэтому я вынужден был его отменить ну и в принципе троллейбусы теперь на этой карте чувствуют себя не зашуханными потому что маршруток было реально много то есть раньше было еще четыре городских даже маршрута а в свое время еще больше было так что в принципе то что мы сейчас на карте видим это такой оптимизированный вариант и вполне логичный чтобы не перенагружать ваши системы так а я опоздаю да а до опоздаю согласен я согласен мы опоздаем вообще без базара женщина не ругайтесь мы я знаю что мы опоздаем я я сам шоке заболтался немножечко хотя гололед мышь не сильно быстро едем лишь аккуратненько еду на меня пассажиры кстати так и ни разу не пожаловались на то что я плохо вожу потому что мы едем очень медленно ну как медленно мышь мышью управление это самое лучшее управление что можно было придумать вам си если конечно у вас нет руля ну надеюсь что там никого нету будем значит выезжать вот тот самый эталон который мы встречали на медгородке он уже доехал до конечной а мы только выползаем из улицы вернанского и следующая остановка кстати сельхоз университет так ну сквозь кусты я вижу что трафика там нету поэтому будем выкатывать на нагло очень и вот эти районы без вопросов fps есть ездим нормально то есть проблем нету никаких до 6 лет за 10 вообще-то написано то есть тут мы можем наслаждаться поездкой то есть если у вас там проблемы с фпсом становитесь на 2 маршрут стать и катайтесь тут 11 маршрут такой прикольный по-своему но десятка вообще намного лучше там челленджи есть хотя бы на маршрутах там горка прекрасно мы в дальнейших видео узнаем что такое когда в омсе не вытягивает автобус на горочку но я доволен мы покатались на видосе я доволен я думал мы нам будет тяжело снимать но мы сняли видос я думал хуже будет намного потому что начало было не очень много обещающим и до этого были проблемы перед тем как я захотел снимать вам все немножечко сама омсе немножко мозги имела но все пошлось мы катаемся с большим удовольствием я не знаю как будет на видосе плавно не плавно картинка идти вот тут очень интересный факт потому что я сейчас вижу все плавненько то есть у меня даже руль а так спокойно плавненько прокручиваю там кто его знает может я кодек херовый использую как обычно я что любитель говна всякого с экспериментами а пачкается кстати троллейбус очень сильно заметьте очень сильно пачкается и людей доехала очень довольно таки прилично так ну шо ребят следующая остановка ж.д. вокзал конечная все мы приехали с опозданием в три минуты но это ничего страшного я знаю там же я должен был в 48 минут прибыть даже в 4 еще на светофоре поставим немножечко вот имейте ввиду те кто будет досмотрел видео до этого момента и те кому интересно покататься на маршрутах 11 бы я вам хочу сказать что эти маршруты катаются только по будням вечером и воскресенье целый день так как я поставил себя воскресенье то соответственно я могу целый день по городу кататься вот по данному маршруту так ну школьная мы проезжаем мимо школьную потому что он мы ее в начале пути захватывали а вот и наш д-вокзал вот мы и доехали а наш коллега с параллельного маршрута уже тоже добрался так а здесь будем очень широко стараться братуха на копейки прости прости братан но мне надо было очень широко зайти потому что я не пролазил бы так и сейчас будет небольшой гайд как плавненько держа скорость 30 км в час тут проезжать мы даже немножечко как по моим ощущениям дрифтим но пассажиры не жалуются значит все хорошо а вот и наш коллега стоит у мы наверно тут и при паркуемся тогда так о вылез маршрутный лист о том что мы выполнили маршрут ну и в принципе да мы смогли в этот прекрасный маршрут на этой прекрасной карте на вот таком прекрасном троллейбусе который достался нам из карты любви но действительно троллейбус очень прекрасный прям вообще супер поэтому вот такие вот дела у нас ну а с вами был купер я желаю всем приятной дороге кто катается на моей карте я очень рад что она реализовалась я очень рад что я по ней как выяснилось действительно могу видео снимать потому что я боялся что будут проблемы но получилось очень хорошо получилось и действительно у солярка прям шикарная я доволен тем что у меня все получилось вот если у кого какие проблемы естественно на сайтах омси тумат точка ру и оси поджиг сад от юрей заходим пишем свои проблемы но я буду по мере своих возможностей а также комьюнити омси решать их если у вас какие-то проблемы возникли пока на данный момент особых проблем нет единство что жалуются на трафик хотя вот сейчас мы проехали особо с них таких проблем сильных незаметно было такие вот дела даже fps поднялся в конце концов то есть проблемы были в омсе солнце с нами начались но потом в течение определенного времени к половине видео мы уже ехали спокойно наслаждались картой даже то есть появилась плавная картинка не знаю как она на видосе было но вот но потом все было прям шикарненько ну относительно плавно но на видосе то там точно будут рывки это явно потому что для меня то что было это было комфортно в принципе учитывая то что снималось видео ну а с вами была купе всем спасибо за внимание к моей первой карте ну и к тому как я по ней проехался дальше будет больше видосов увидимся всем pb